Для того, чтобы сформировать правильный разгон ракетки, начинающим теннисистам полезно использовать три упражнения. Первое из них комплексное, сейчас я его вам покажу. Необходимо положить ракетку на какой-то предмет, для того, чтобы вы имели возможность ее взять. Займите правильное положение ногами. Сначала можно выполнять имитацию. Если у вас сразу будет получаться, тогда выполняйте удары. Единственное, не получится играть у стенки самим собой, потому что ракетку придется на предмет класть. Это координационно сложно, я не советую вам это делать. Как только мяч вам полетел, возьмите ракетку. При этом важно опуститься ногами в этом упражнении, потому что может быть соблазн на прямых ногах просто согнуть корпус и опустить руку. И выполните имитацию удара, либо уданьте по мячу. Еще раз. Чем полезно это упражнение? Во-первых, вы занимаете правильное положение ногами, корпусом и рукой ударной для разгона. Потому что ракетка находится низко, данное положение ракетки заставляет вас опуститься. Да, это утрированное положение, так ракетка низко не будет опускаться, но таким образом вы почувствуете правильное движение. Во-вторых, поскольку вы находитесь низко ногами, вы интуитивно будете себя поднимать, то есть вы будете вставать. Это очень важно, потому что для разгона ноги у нас должны вставать. Именно вот в этот момент, то есть момент начала разгона. Последить придется за левой рукой, последить придется за тем, чтобы ноги у вас скручивались. То есть поскольку мы с вами учимся выполнять три движения для разгона, это движение свободной рукой и вставание ногами и вращение ногами, то последить придется здесь в первую очередь за свободной рукой и за вращением, потому что ноги сами по себе будут вставать. Самая главная ценность этого упражнения заключается в том, что вы из правильного положения вашего тела начинаете разгон. Упражнение номер два для разгона. Оно направлено на вашу неударную руку. Для того, чтобы неударная рука тянула за собой корпус, а корпус тянул ударную руку. Это очень важная последовательность действий, которая неплохо ощущается с помощью этого упражнения. Поставьте ноги шире, чем на ширину плеч, зафиксируйте их, чтобы они не двигались. Поднимите руки с согнутыми локтями. Вот в таком положении руки должны быть. До уровня плеч. И начните вращать корпус руками. Очень важно сделать так, чтобы не корпус отдельно вращался, то есть мышцы поясницы и брюшного пресса скручивали вас, а именно руки управляли движением корпуса. Этот момент нужно ощутить. Дальше. Вот в этот момент, когда вы повернулись в сторону своего удара, разогните руку. Показываю с другого ракурса. Вот здесь. Нужно руку разогнуть. После того, как вы ее разогнули, нужно подтянуть вашу неударную руку в сторону, так, чтобы корпус раскрутился и ваша ударная рука вышла вперед. Затем снова займите исходное положение. Поворот, разгибание руки, тянем. Исходное положение. Поворот, разгибание руки, тянем. Исходное положение. Поворот, разгибание руки, тянем. Исходное положение. После того, как вы это почувствовали, возьмите ракетку и попробуйте сделать имитацию, максимально приближенную к имитации вашего удара справа. Но это движение, вот эту последовательность, то есть поворот, разгибание руки и тяга, нужно сохранить. Показываю. Важный момент заключается в том, что после того, как вы раскрутили себя неударной рукой, ее нужно зафиксировать, потому что в момент вашего удара, в момент соударения она не должна двигаться. Еще раз показываю упражнение с двух разных ракурсов. Последнее, третье упражнение называется твист. Оно направлено на работу ваших ног, чтобы ваши ноги совершали вращательное движение вокруг вертикальной оси во время разгона. Почему такое название? Смотрите. Есть такой танец, твист, и ноги повторяют во время разгона точь-в-точь движение, как при этом танце. Оно очень простое, если делать его непрерывно. Но важно сделать его в нужный момент. В какой момент его необходимо сделать? В момент начала разгона. Когда вы встаете ногами, ракетка находится у вас внизу, вот именно в этот момент нужно сделать твист. Показываю. Вы подготовились, опустили ракетку, твист. Подготовились, опустили ракетку, твист. Как только вы почувствовали это движение с помощью отдельно танца, с помощью имитации, попробуйте сделать удар. Как правило, люди не делают ошибок в этом движении, оно достаточно простое.